Продолжение следует... Я его запускаю прямо сейчас. И в принципе у нас еще впереди целых 5 месяцев для того, чтобы все желающие могли поучаствовать в этом конкурсе. Я считаю, что этого срока более чем достаточно для первого пилотного сезона. Тематика конкурса. Рабочие назвали такое. Это эти удивительные животные. Конкурс забавных и трогательных видеороликов о рыбах и других гидробионтах. Кто же такие гидробионты? Кто не знает. Естественно, вы аквариумисты это знаете. Но тем не менее, все-таки научный термин надо расшифровать. Гидробионты это помимо рыб также черепаки, лягушки, раки, крабы, моллюски, улитки, креветки, губки. Стрекающие, иглокожие любые морские и пресноводные организмы. Вот как широко. Так как мой канал посвящен аквариумистике, то берем максимально все, что можно и называем это одним общим термином гидробионты. Ну а теперь, собственно говоря, о пряниках. Призовой бюджет конкурса устанавливается мною в деньгах, в российских рублях. И будет он составлять 20 тысяч рублей. Призы финалистам конкурса. За первое место 10 тысяч рублей, за второе место 6 тысяч рублей, за третье место 3 тысячи рублей. И также я ввожу отдельную категорию под названием приз зрительских симпатий. За приз зрительских симпатий будет равен символичной сумме в одну тысячу рублей. И да, вот у нас есть результатом будет определение четверки призеров конкурса и перечисление им денежных призовых вознаграждений мною. И как их перечислять, я дальше подробно расскажу. Сроки подведения итогов конкурса я предполагаю ориентировочно их сделать где-то с 1 июня по 1 июля. Вот так я себе это вижу пока в рабочем варианте. Давайте посмотрим там дальше. Ну, логику я поясню. Почему именно вот в июне я планирую. Порядок публикации конкурсных роликов на канале. Я предполагаю это делать по мере их поступления от конкурсантов. Это первый пилотный проект. Невозможно предугадать вообще о количестве этих конкурсных роликов. Как они мне будут поступать. Это целиком зависит от вас, мои подписчики и просто зрителей моего канала. Все, кто захочет принять участие в моем конкурсе. Преимущественно я планирую публиковать эти конкурсные ролики по средам. Но могут быть выбраны мною и другие дни недели. В зависимости от количества поступающих конкурсных роликов в календарном месяце. Посмотрим. Итак, то есть плавающими устанавливаем эти все сроки. Но ориентируемся на среду. Далее. Дата публикации последнего конкурсного ролика в сезоне. Третья неделя мая. Остальные конкурсные ролики не опубликованы по любым причинам на канале. По третью неделю месяца мая включительно. Но допущенные ведущим и автором конкурса к конкурсу. Автоматически переносится для участия в конкурсе в следующем сезоне. То есть не волнуйтесь, если вы вдруг даже не успеете принять участие в конкурсе. Если вот конкретно по третью неделю мая, ничего страшного. Ваши ролики плавно перейдут на следующий сезон. Итак. Можно снимать, друзья, любых рыб и других гидробионтов. Не только из своего собственного аквариума. Но и чужого аквариума. И даже публичного океанариума. Можно снимать прудовых рыб, речных рыб, морских рыб. Да каких угодно рыб. Даже лежащих на прилавках магазинов в виде тушек. Абсолютно нормально. Не пугайтесь. То есть к этому нужно подходить творчески. Участники конкурса вправе участвовать в конкурсе как публично, так и инкогнито. С кратким видеофоторассказом о себе в качестве вступительной презентации к своему ролику, так и без всего этого. На конкурс принимаются ролики любой продолжительности, но строго в пределах от 10 секунд до 10 минут. Ролики продолжительностью за пределами указанного хромоментаража на конкурс не принимаются. То есть четко от 10 секунд до 10 минут. 9 секунд не принимаем, 11 минут не принимаем. Понятно. Ролики могут быть в любых форматах, но всегда с соблюдением чужих авторских прав на его отдельный элемент. И вот здесь давайте поподробнее раскроем эту тему. Какие я себе вижу форматы этих роликов? Это могут быть ролики в формате непрерывной съемки видео, как есть, без ничего дополнительного. То есть увидели что-то в своем или чужом акваке, неважно где. Увидели какой-то забавный или трогательный момент, связанный с гидробионтами. Отсняли это дело и прислали мне. А вось, значит, ваше потоковое видео победит. Всякое может быть. Вдруг что-то вы снимете абсолютно сногсшибательное. Без всего остального потоковым видео. И вы уверены, что это вещь, которую вы сняли, достойно принять участие в этом конкурсе. Далее. Второе. С использованием видеомонтажа. Вот это уже поинтереснее, да? Посложнее, поинтереснее. Значит, видеомонтаж, ну понятно. То есть можно ускорять ваше видео, можно наоборот замедлять ваше видео. Можно накладывать на видео фотографии. Можно накладывать видео другое видео. Складывать эти кусочки видео. И так далее, и так далее. Все это подразумевает видеомонтаж. Далее. Третий момент. Очень важный, интересный формат такой с наложением музыки на видео. Вот очень хорошая вообще вещь. Я, кстати говоря, сейчас вот продиктую эти форматы. И потом постараюсь вам ретроспективно показать, что же я имею в виду на примере своих собственных роликов. Далее. Четвертое. Какой еще формат? Ролики могут быть с наложением голоса автора ролика, в виде его закадровых комментариев, либо в виде текстовых субтитров. Ну, например, автор, можете считать, что у него голос неудачный, но он, тем не менее, хочет какой-то дать закадровый текст, да? Он может это сделать в виде субтитров. Абсолютно нормально. Далее. Далее. Там двое, да, озвучивает что-то за этих собачек, кошечек, там, не знаю, птичек, там, хомячков и так далее, и так далее, да? Что-то веселое, да, что-то анекдотичное, может быть. А может быть, наоборот, что-то трогательное, да? Что-то такое, вот даже может быть грустное, потому что зависит от контента. Итак, именно это имеется в виду здесь. Далее. Какой еще может быть формат? Например, в формате слайд-шоу из фотографий, но обязательно с закадровыми комментариями, голосом, либо в виде субтитров с трогательным или забавным авторским текстом. Вот и дальше очень важная ремарка. Просто слайд-шоу из одних фотографий, но без забавных или трогательных закадровых авторских комментариев или субтитров на конкурс не принимается. То есть я понимаю, друзья, что у вас огромное количество нащелкано фотографий ваших милых обитателей вашего аквариума, но и вы там можете сделать легко, естественно, в специальной программке слайд-шоу, но этого недостаточно для того, чтобы принять участие в конкурсе. Обязательно нужно дать какой-то закадровый комментарий. Он должен быть либо веселым, либо трогательным. Надо какую-то, может быть, музыку наложить на эту фотографию, потому что просто присылать слайд-шоу фотографий, это не принимается на ролик. Да, у нас все-таки посерьезнее. Мы как бы больше упор делаем на видеоконтент, но допускаем вставки фотографий, либо делаем фотографии слайд-шоу, но обязательно с веселым, забавным, трогательным комментарием. Далее, седьмое. С наложением на видеоконтент или слайд-шоу из фотографий звуковых дорожек, то есть звуковых или голосовых нарезок из популярных фильмов, мультфильмов, голосов известных медийных людей, героев фильмов, мультфильмов, популярных телепередач и тому подобное, но со строгим соблюдением возможных авторских прав на них, то есть приобретением на них публичных лицензий. Вот это тоже очень важный момент. Друзья, все мы сразу, ну вот, кто, особенно люди творческие, мы все понимаем, что да, можно же снять вот наших рыбок и наложить, условно говоря, там, вставки из мультфильмов, там, не знаю, там, там, «Зима в Простоквашино», да, там, говорить голосом матроскин, заставить говорить вашу, там, какую-нибудь аквариумную рыбку гупи, там, да, или, или там, «Черепаху», да, говорить голосом «Черепахи Тортиво». Это будет классно, это будет однозначно круто, но, ребята, не забываем об авторском праве. Это все защищается авторским правом. Если вы находите текст, как правило, где его находите, естественно, вообще эти звуковые дорожки, на Ютубе. Почему? Потому что на Ютубе существует уже огромное количество библиотеки, звуков, всевозможных, там, не знаю, скрипов, открывания дверей, там, проезда машины, там, и прочее, который вам, за которые не надо, что называется, платить деньги, они уже вам бесплатно, как подписчикам Ютуба. Но за определенные вещи, за определенные музыкальные дорожки, естественно, нужно Ютубу платить денежку. Что я под этим подразумеваю? Что вы, когда вы скачиваете какую-то музыкальную тему или звуковую дорожку с библиотечки Ютуба, да, им в свой видеоредактор, и довольные такие монтируете это все, и у вас шикарный, классный ролик, вы его присылаете мне, значит, этот ролик, ну, я расскажу, как вы его присылаете, там, в виде ссылки, там, закачиваете в облако, либо на свой, значит, этот самый Ютуб-канал, соответственно, присылаете мне ссылку вместе с заявкой, вот, и я, соответственно, скачиваю радостный этот ролик себе, да, загружаю его себе на свой канал, и тут мне Ютуб присылает фидбэк, что, ребята, вот содержится неразрешенный контент, да, то есть есть нарушение авторских прав, и тогда ваши чудесные звуковые дорожки, значит, автоматически вычеркиваются из вашего ролика. Почему? Потому что там-то вы скачали для себя эти дорожки на условиях персонального пользования, а не на условиях публичной лицензии. Вот это две большие разницы. Я однажды сам принимал участие в конкурсе, сделал, значит, к своему аквариуму хорошую звуковую дорожку, заплатил, главное, еще за нее денежки, да, для своего собственного пользования, вот, присылаю на конкурс, а мне ведущий конкурса говорит, извини, друг, но не получится, потому что Ютуб ругается, он не берет твои. Вот если бы ты публичную лицензию купил, то есть транслирование этой музыки, в том числе и у других пользователей, тогда другой разговор. Поэтому, друзья, используем либо бесплатные абсолютно дорожки, звуковые, значит, с Ютуба, которые вы берете, или, например, вы можете где еще взять, значит, звуковые дорожки, например, в различных видеоредакторах. Также существуют бесплатные звуковые дорожки и просто музыкальные произведения, которые, значит, входят в вашу библиотечку на условиях того, что вы купили у их разработчиков саму программу, да, сам видеоредактор, там, все мы платили лицензию на год. Вот, тогда другой разговор. Тогда, значит, если у меня это тоже не ругается на моем канале Ютуб, то, соответственно, мы можем использовать, я могу использовать, значит, ваш ролик в полном объеме. То есть мы должны вот к этому стремиться. Вот это очень важный момент. Из-за этого много роликов могут быть отбракованы, что называется. Не по моей вине, а просто невозможно будет их загрузить на Ютуб и использовать со всеми, значит, музыкальными темами, если нет публичных лицензий. Итак, далее. Именно, соответственно, завершая вот эти вот форматы, естественно, самый последний формат, это комбинированно и всего вышеизложено. Теперь, что я... Поэтому, друзья, я вас к чему призываю, что даже если вы, ну, совсем не чувствуете в себе никаких задатков, что ли, не знаю, творческого, творческой инициативы и вообще огонька творческого, для того, чтобы создать забавное или трогательное видео о своих аквариумных любимцах, а вот не отчаивайтесь, обратитесь к вашим женам, детям, другим родственникам, возможно, у них есть возможность, время, способность снять какой-то изумительный ролик о ваших аквариумных обитателях либо о других гидробионтах. И на конкурс принимаются ролики в формате, который можно выложить на YouTube, то есть с расширения MP4, MPK, AV. При этом авторы роликов предварительно закачивают свои ролики на любой облачный сервис, диск или на свой YouTube-канал и присылают мне на мой e-mail, вот сейчас вы его видите, в виде гиперссылки, соответственно, на адрес хранения ролика, откуда я, как автор и ведущий конкурса, смогу его без проблем скачать. Предварительный отбор присланных роликов на соответствие конкурсу буду также проводить я. Ну, в случае, если их будет как-то совсем большое количество, то, возможно, уполномоченный мною представитель. Но, тем не менее, общая логика такая, что для того, чтобы принять участие в комплексе, нужно заполнить заявочку. Пожалуйста, сейчас вы ее видите на своих экранах. Она очень простая. Нужно лишь указать, соответственно, ваше имя. Фамилию не требуется. Если не хотите имя, достаточно указать ваш никнейм. Это также допускается. Далее указать, откуда вы. Ну, имеется в виду страна, населенный пункт. Да, там улицу, дома, естественно, ничего этого не надо. Значит, либо указать, что вы участвуете в конкурсе инкогнито. И, соответственно, последняя позиция, это указать название вашего ролика, либо, опять же, указать, что он, значит, ноу-наимен, то есть без имена. Значит, соответственно, вы направляете мне эту заявку на электронный, заполненном виде, значит, просто набрано на компьютере, не надо от руки. Значит, соответственно, к нему, к этой заявочке в письме прикладываете, копируете ссылку на ваш ролик и, соответственно, в этом виде мне отправляете. Значит, шаблон заявки также мной будет опубликован под настоящим видео в аннотации вместе с другими документами, относящимися к конкурсной документации, дисклеймером и, значит, и регламентом настоящим. Ну, я постараюсь это выложить в PDF либо какими-то сделаю ссылками также на Google Диск, откуда вы сможете все желающие его скачать, посмотреть, почитать. Далее, что конкурс у нас допускается только ролики, на которые лица их приславшие обладают правами авторства, либо правообладатели, законные представители, согласие автора. Ну, это понятно. Вот. При выявлении признаков плагиата ролик не допускается к конкурсу, либо снимается с конкурса в процессе его проведения. Тоже понятно, потому что мы с вами чтим авторское право и, собственно, на этом, конечно, любой публичный конкурс построим. Хочу я также выпустить еще отдельный видеоролик, чтобы просто не перегружать. И так уже этот ролик очень большой, не перегружать вас дополнительной информацией, а конкретно где я расскажу про методологию судейства, да, то есть методология отбора призер конкурса. Как мы с вами будем судить? Коротенько пока видеоанонсы скажу, что предусмотрена у меня двухступенчатая система судейства. На первом этапе, естественно, зрители и значит, зрители канала и подписчики будут оценивать эти ролики. Вот. Не под каждым роликом отдельно, а будет отдельно в конце, значит, я думаю, в последних неделях мая будет отдельный обзорный ролик, соответственно, с кратким анонсом всех роликов, принявших в сезоне участие в конкурсе. И, соответственно, под этим видео будет проходить плебисцы, то есть опрос зрителей, голосования в виде, значит, высказывания своих оценок, мнений, комментариев и так далее, и так далее. Сразу коротко скажу, что будет приниматься в главное, значит, в приоритете у нас будет не количественный принцип оценки роликов, а качественный принцип, то есть не количество лайков, дизлайков, которые, естественно, всегда можно накрутить, и любое народное голосование без этого не обходится, а именно, значит, развернутые, аргументированные комментарии в пользу того или иного видео. Вот, это как бы просто в виде анонса, про эту тему я сниму отдельный, соответственно, ролик про первую ступень оценки, потом вторая ступень, где уже, соответственно, я как судья буду руководствовать вашими решениями, значит, по иерархии распределять эти ролики, имеется ввиду, от третьего места к первому, и, значит, ролик, набравший, значит, победивший в категории призритель и симпатий, это все как бы отдельно будет. Единственное, что я хочу сказать сразу, не будет, естественно, в первом пилотном сезоне независимые судьи, то есть не будет оценка со стороны нескольких независимых судей, что, в принципе, разумно для публичных конкурсов, просто по той причине, что на первый пилотный проект, естественно, у меня нет ресурсов для того, чтобы привлекать независимых судей, поэтому пока будет судья в единственном числе, на второй этап это буду я, но, опять же, буду руководствоваться строго вашими оценками, с некоторыми оговорками, о чем расскажу в отдельном ролике. Ну, и так, дальше, три важных примечания, сезон также может окончиться только роликами, занявшими второе, третье место, когда, например, в силу очевидной слабости присланных роликов не было выявлено наидостойнейшего ролика, способного объективно занять почетное первое место или победить в категории приз зрительской симпатии. Ну, сразу скажу, здесь нет никакого лукаса, просто, если мы с вами, как все зрители, да, увидим, что в течение сезона, в общем, были такие, знаете, середнячковые ролики, ни один ролик не, так сказать, не бомбанул, не стал каким-то, ну, явно очевидным шедевром, да, способным занять первое место, естественно, сезон может окончиться без первого места, будет только призовые места, второе и третье, потому что, конечно, я стремлюсь к качеству в своем конкурсе, сразу поднимая высокую планку, чтобы мотивировать всех участников конкурсов и будущих сезонов присылать максимально качественные добротные ролики, способные претендовать именно на почетное первое место, а не только на третье, там, на второе. Вот, поэтому это тоже очень важно, сразу на это обращаю внимание, что такой вариант может быть. Это, как говорится, не моя вина, это именно просто так покажет сезон, так покажет ситуация, которая может сложиться. Ну, что ж, в этом тоже нет ничего страшного, просто хочу сказать, что, естественно, первое место это максимальные почетные, максимальные деньги, а призрительских симпатий также, очень почетно, я считаю, что это, в принципе, равно, да, призрительские симпатии первое место, хотя за призрительские симпатии в основном всего лишь символическая сумма, всего лишь в одну тысячу рублей, да, но, тем не менее, вполне возможно, что может сезон закончиться и без призрительских симпатий, и без первого места, только со вторыми и третьими. Вот, и не хотелось бы, но мы должны все-таки держать планку. Далее, значит, примечание второе, к участию в конкурсе не допускаются ролики, содержащие нецензурную лексику, носящие экстремистский характер и разжигающие национальную, расовую, религиозную межличностную или любую иную ненависть и рознь, или нарушающие федеральное законодательство России и принципы сообщества YouTube и условия использования YouTube. Это без комментариев понятно, мы чтим действующее законодательство. Примечание номер три. К участию в конкурсе не допускаются ролики, в которых гидробионты искусственным образом попадают в ситуацию, создающую угрозу их жизни, а также ролики, нарушающие общепринятые нормы морали и нравственности. Поясню, что я имею ввиду. Например, вы рыбак, значит, пошли на рыбалку, поймали рыбу и живой ее еще засунули в ведро с водой, довольные принесли домой, закупорили ванну, значит, пробкой, вылили это ведро с живой рыбой в ванну, опустили туда вашего кота и кот начинает лихо там гоняться по всей этой ванной за этими плавающими рыбками, вы все это снимаете на камеру, получаете массу удовольствия и так далее, и так далее, вам кажется, что это забавно, нет, ребята, такой ролик я, к сожалению, не смогу принять на свой конкурс, потому что все-таки мой канал посвящен аквариумистике и, естественно, мы заботимся о наших гидробионтах, в этом, собственно, и смысл всей аквариумистике, вот, поэтому, конечно, такие ролики, где, там, не знаю, проходит какое-нибудь поедание рыбы, там, не знаю, или, там, другие гидробионтов, или создаются условия, которые опасны для их жизни, здоровья, такие ролики я не принимаю на конкурс, прошу меня понять правильно. Вот, ну, как я уже сказал, конкурсная документация у меня состоит из трех документов, значит, я провел такую достаточно мощную подготовительную, аналитическую и креативную работу, в результате чего мною была самостоятельно, абсолютно от первой до последней строчки, как сочинение на заданную тему, написана вся конкурсная документация. Значит, она у меня состоит из дисклеймера, ну, дисклеймер, чтобы вы понимали, это как бы пришел у нас из английского права, из английского законодательства, понятие, оно сейчас такое очень модное на ютубе, ну, дословно, как бы, можно перевести это как отказ от ответственности, ну, на самом деле, естественно, правовой отказ допустимый законом, но, естественно, это не только отказ от ответственности, и это в том числе и содержит положение о каких-нибудь гарантиях, наоборот, лица, который проводит конкурс, то есть, за что он берет ответственность, за что не берет ответственность, за что он отвечает, за что не отвечает, все это содержится в юридическом документе, в котором, собственно, название дисклейер, в котором отражены все юридические аспекты проводимого мной конкурса, это тоже важно. Далее, из регламента конкурса, по которому мы с вами уже почти значительную часть прошли, значит, это, естественно, документ, в котором описаны все критерии отбора роликов на конкурс и методологии их оценки и выбора роликов призеров, понятно. И, соответственно, заявки на участие в конкурсе, которые все лица, желающие принять участие в конкурсе, заполняют и присылают на мой электронный адрес вместе с гиперссылкой на файл своего видеоролика. Значит, это, собственно, так, кратце о документах. Вот, надеюсь, ну, и рассчитываю, естественно, что лица, которые захотят принять участие в моем конкурсе, конечно, с ней, этой документацией ознакомятся. Я хотел бы обратиться со следующими словами. Давайте вместе наполним наш YouTube веселыми и трогательными роликами о наших аквариумных обитателях. Доставайте из своих архивов эти снятые когда-то в стол ролики, наполняйте их всевозможными примочками или скачивайте со своих YouTube каналов подобные ролики в прошлом, которые, возможно, снимали. доводите их до ума своих стационарных или мобильных видеоредакторах, стационарных я имею ввиду компьютеры, значит, либо мобильных видеоредакторов, но поясню, что я имею ввиду. Сам я, например, все свои ролики на своем канале монтирую уже давно только в смартфонах. Мне так удобнее, кому-то удобнее компьютера, я все делаю в смартфонах. Когда у меня был смартфон семейства Apple, я скачал с приложения Apple Store прекрасный, абсолютно изумительный мобильный видеоредактор под названием iMovie. Я его считаю вообще лучше. Вот, из того, что есть, ну, для платформы Apple это точно 100%. Вот, он, это приложение наполнено прекрасными библиотечками, музыкой, всяких видеопримочек, даже трейлеры есть готовые раскадровки и так далее, и так далее. Ну, в общем, одно удовольствие, понятный интуитивный интерфейс, одно удовольствие быстро создавать любые, значит, видеоролики. А последнее вот время, последние полтора года я, значит, пользуюсь смартфоном семейства Android и пользуюсь программкой KineMaster, которую скачал в свое время с Google Маркета. Соответственно, также призываю вас, если вы еще не знаете, каким инструментом воспользоваться, монтируйте ваши ролики на ваших смартфонах с помощью вот этих двух чудесных программ, KineMaster. Заливайте ваши ролики в облако или на ваш YouTube-канал, заполняйте заявку и шлите мне вместе, значит, на мой email, еще раз его повторяю, вы его видите, в виде прилагаемой гиперссылки для скачивания. Давайте наполним наше сообщество аквариумистов-ютуберов позитивным контентом, добавим свою нотку светлых эмоций в мир мировой аквариумистики. Сделаем нашу жизнь чуточку интереснее вместе, все вместе. На этом разрешите откланяться, жду ваших первых заявок с нетерпением в этом первом пилотном сезоне конкурса забавных и трогательных аквароликов. Глаза боятся, а руки делайте, а руки делайте, ничего не бойтесь, все получится у вас либо у ваших близких. Ну и вообще я считаю приятно, что за ваш творческий труд можно будет получить некоторую сумму денег. Пусть это будут суммы небольшие, но тут, как говорится, сам важен будет именно вот этот дух состязательности с другими конкурсантами. Это, конечно, здорово, это вас будет развивать вне всякого сомнения. Ну так, друзья, конкурс забавных и трогательных аквароликов первого пилотного сезона объявляю открытым. Присылайте ваши ролики. Пока-пока!